Добрый день, друзья! Я сегодня вновь на площади Святого Петра. В предыдущем видео я вам рассказывала и показывала, что находится в соборе Святого Петра, шедевры Ренессанса и Барокко. Кому интересно, можно посмотреть. Я ссылочку оставлю под этим видео. А сегодня мне предоставилась возможность посмотреть, что находится под центральным нефом базилики собора Святого Петра. Но не только посмотреть, но и сделать для вас видео в гротах собора Святого Петра, где находится захоронение римских пап. Обычно этого делать нельзя, фотографировать и снимать. Но охрана Ватикана немного потеряла бдительность из-за отсутствия туристов. И поэтому, спустившись под главные нефы базилики, в гроты, мне удалось снять уникальные кадры. Для того, чтобы попасть в гроты Ватикана, нужно от Балдахина Бернини повернуть налево и увидеть статую Святого Апостола Андрея. Под ней находятся ступенечки, по которым нужно спуститься и попасть в гроты Ватикана. Эта нижняя часть церкви, которую я вам сейчас показываю, основной массе туристов, остается недоступной. Сюда могут попасть только единицы туристов, которые пришли рано утром на службу. А вот уже эта часть доступна практически всем, где можно посмотреть захоронения пап римских. Первое надгробие на нашем пути – это захоронение Папа Пии XI. В 1929 году были подписаны латеранские соглашения и возникает государство Ватикан, были определены его границы. Здесь находится самая главная святыня Собора Святого Петра – это мощи Святого Апостола. Надгробие Папа Пии VI. Когда в 1798 году Наполеон оккупировал Рим, Папа Пии VI стал изгнанником в Сиену. Через два года он скончался. Чуть позже его останки были перенесены в Рим и захоронены в гротах Ватикана. Королева Кипра Карлотта, которая последние годы своей провела в Риме и умерла в возрасте 43 лет. И рядом находится саркофаг королевы шведской Кристины. Папа Иннокентий IX. Следующее надгробие Папы Бенедикта XV. Он был стойким противником Первой мировой войны. Умер в 1922 году. В следующем древнеримском саркофаге захоронен Папа Марчелло II, был 222-м Папой и проруководил католической церковью всего 22 дня. Умер в 1555 году от инсульта и был одним из самых молодых Пап римских. Ему было всего лишь навсего 54 года. Следующий Папа-современник Папа Павел VI. Умер в 1978 году и через 40 лет после своей смерти провозглашен святым католической церкви. Следующим понтификом будет Иоанн Павел I, но он пробудет на папском троне всего 33 дня. Папа решил очистить ряды Ватикана от масонов и проконтролировать банк Ватикана. Умирает Иоанн Павел I при загадочных обстоятельствах в своей комнате, якобы от инфаркта миокарда. Даже была версия убийства и проводилось расследование, но так и ничего не нашли. Мозаика филиппинского священника, которого католическая церковь возвела в лик святых. Грот и Ватикана находятся на уровне Константиновской базилики, которая была возведена еще в IV веке в честь святого Петра. И здесь на стене сохранился мозаичный образ святого апостола. Надгробный памятник папе Павлу II – это знаменитый кардинал Венеции Петро Барбо, который приезжает в Рим и его выбирают папой римским. Это он в середине XV века выстроит дворец Венеции на площади Венеции в Риме, который будет являться главной резиденцией венецианского понтифика. Павел II любил праздники, шикарные банкеты, которые устраивал по ночам во дворце Венеции. Был ярым болельщиком забега лошадей, которые проводились на Виа-Дел-Корсо. Саркофаг Папы Николая V. В середине XV века, в 1450 году, понтифик приступает к строительству нового акведука и восстанавливает старые древнеримские акведуки, которые еще в VI веке были разрушены варварскими народами. Один из самых знаменитых древнеримских акведуков, который построил в XIX году до н.э. Марк Агриппа, восстанавливает при Папе Николае V, и он до сих пор питает знаменитый фонтан Треви. Папа Николай V умирает в 1455 году от подагры. Надгробие Папы Иннокентия VII. Умирает он неожиданно в 1406 году, и ходили слухи, что он был отравлен, но доказательств этого было недостаточно. Колено преклонено в молитве, памятник Папу Пию VI. Папа Бонифаций VIII ввел не очень удачную политику с королем Франции Филиппом Красивым. И в этой политической борьбе потерял образ великого и могущественного понтифика, был очень ослаблен физически из-за многих страданий, из-за подагры. Его мучили камни в почках в течение многих лет, и в 1303 году Папа умирает. Древнеримский саркофаг Папы Николая III. 33 месяца он был великим понтификом и умер в 1280 году от инсульта. Древнеримский саркофаг Папа Николая III. Священные гроты Ватикана расположены на глубине 3 метров на уровне пола Древней Базилики, построенной еще при императоре Константине Великом в IV веке н.э. И это часть стены, которая сохранилась. Роскошный надгробный памятник Папе Калиста III. На папский трон он зашел в довольно-таки преклонном возрасте для того времени, в 76 лет, в 1455 году. Через три года Папа умирает и был погребен в гротах Ватикана. Но в начале XVII века его останки перенесли в современную гробницу, которая находится в церкви Санта-Мария-Ин-Монсеррату. 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 Вышли во двор собора Святого Петра. С правой стороны находится очень вкусный источник воды. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Чао-чао. Пишите комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...